Противотанковые ежи, пулемет и пушка с надписью на Берлин. Плакаты времен Великой Отечественной. Уже одно оформление сцены погружает зрителей в необходимую атмосферу. Те, кто посещал мероприятия, проводимые в клубе Центра профессиональной подготовки, неизменно отмечают творческий подход к каждой детали праздника, который устраивают здесь. Нынешнее мероприятие подготовлено силами курсантов и преподавательского состава Центра. Поскольку конкурсы в основе своей творческие, соответственно и те, кто сегодня выйдет на сцену, имеют за своими плечами школу искусств или хореографическую школу, поют или играют на музыкальных инструментах. Будет шесть конкурсов. Все конкурсы оценятся по пятибалльной системе. Команды у нас, четыре команды по десять человек с каждого курса. Это первый, второй, третий, четвертый курс. Оценивать выступление курсантов призвано авторитетное жюри. Справедливости ради стоит отметить, что вошли в него представители далеко не творческих специальностей, преподаватели Центра, ветераны спецподразделений, военно-патриотических организаций и настоятель местного храма Отец Пантелеймон. С другой стороны, от конкурсантов требуется выступить не столько профессионально, сколько так, чтобы за душу взяло. Мы все привыкли, что ну что там полетели, там милиция. Среди них есть хорошие артисты, хорошие историки, хорошие музыканты, художники. Есть чем гордиться учебным нашему центру и нашему главку Московской области. Каждая из четырех команд представляла один из родов войск. Команда первого курса под названием «Цена победы» знакомилась с пехотой. Второй курс «Синяя птица» были летчиками. Третий курсники из команды «Бессмертный полк» выступали от имени танкистов. И, наконец, «Красная звезда», четвертый курс, была командой артиллеристов. Таким образом, и выступление конкурсантов должно было проходить с поправкой на этот нюанс. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Их названия говорят сами за себя. Приветствия, лучшие исполнения военных стихов и песен, военная мизансцена, угадая мелодию, описание художественного полотна. Справедливости ради надо отметить, что все команды проявили недюжинное мастерство, раскрывая идею своего номера. Зрители могли еще раз убедиться, современный полицейский обладает массой талантов. Да и проведение такого рода мероприятий уже давно стало в центре доброй традиции. Это досок для наших слушателей, для нашего переменного состава. Опять же, у нас в мероприятии принимает участие и команда преподавательский состав, то есть для них и члены семьи принимают участие. Судим было нелегко отдать кому-то предпочтение, но все же первое место заняла команда третьего курса «Бессмертный полк». Но немножко победил каждый, ведь все, что показывали в этот вечер курсанты на сцене, было посвящено одной победе – победе в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.